Здравствуйте на Радио Спорт.ФМ. Программа «Спорт для всех», которая выходит в эфир при поддержке Министерства спорта Калининградской области, в студии Олег Богачев и коротко о главных темах итогового выпуска. На прошедшей неделе Калининград принял турниры международного и всероссийского масштаба. Все подробности в нашей программе. Калининградские спортсмены продолжают радовать медалями крупных соревнований и званиями мастеров спорта. Обязательно расскажем о героях недели. Также сегодня футбольный блог, анонсы предстоящих турниров на выходные и, конечно же, мнение экспертов. Программа «Спорт для всех». Поехали! И сегодня начинаем с того, что на прошлой неделе губернатор Калининградской области Антон Алиханов утвердил пятикратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Наталью Ищенко в должности вице-премьера регионального правительства и министра спорта области. Знаменитая спортсменка будет совмещать эти посты. Также Ищенко будет курировать вопросы молодежной политики. Напомним, что помимо пяти золотых медалей Олимпиад, Наталья Ищенко является девятнадцатикратной чемпионкой мира, двенадцатикратной чемпионкой Европы и первой синхронисткой в истории, которой удалось выиграть на чемпионатах Европы все четыре вида программы. Ну и продолжим с профильным спортом Натальи Ищенко. На прошлой неделе в бассейне Дворца спорта «Юность» прошел чемпионат Северо-Западного федерального округа по синхронному плаванию. Свыше ста представительниц Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей оспаривали не только призовые места и путевки на чемпионат страны, но и возможность выполнения нормативов спортивных званий. В произвольных и технических программах, сольных, парных, групповых и комбинированных выступлений приняли участие 40 представительниц Калининградской спортивной школы Олимпийского резерва номер 14. Наилучший результат калининградки продемонстрировали в комбинированной программе командой из 12 человек, выполнив норматив мастеров спорта. Победу в общем зачете одержала сборная Санкт-Петербурга, будучи представленной командами четырех спортшкол. Также отметим, что на церемонии открытия соревнований заместитель министра спорта региона Евгений Скачков вручил калининградским синхронисткам Анастасии Шиманской, Софии Мелконян, Карине Виклюк и Александре Морозовой удостоверение и знаки «Мастер спорта России» и кандидат в «Мастера спорта». На прошлой неделе Калининград принял крупный международный турнир по настольному теннису. Это была янтарная ракетка 2017, и соревнования прошли в зале калининградской теннисной «Сдюшор». Турнир в этом году получился очень представительным. В нем приняли участие спортсмены из 12 стран. Причем среди игроков были участники Олимпийских игр, многократные чемпионы России, Европы и мира, заслуженные ветераны, а также перспективная молодежь. В условиях высочайшей конкуренции калининградцы смогли завоевать серебро и бронзу. Усилиями – ветерана Георгия Рубинштейна, который занял второе место в парном разряде вместе с Александром Савельевым из Санкт-Петербурга, и талантливого юноши Дмитрия Колесникова, который по итогам турнира стал третьим. В самом массовом дивизионе без ограничения возраста сыграло 57 человек, и лучшим стал Павел Платонов из Белоруссии. А среди ветеранов категории 40+, первенствовал полуфиналист Олимпийских игр, российский теннисист Дмитрий Музунов, обыгравший опытнейшего Максима Шмырева. Из Москвы. Специально для Радио Спорт-ФМ «Калининград» итоги турнира подвел вице-президент Региональной Федерации Настольного Тенниса и серебряный призер прошедших соревнований в парном разряде Георгий Рубинштейн. Участвовало 209 спортсменов, в том числе новые страны у нас появились, это Швеция, Финляндия, также из Израиля были Германия, Литвы, Латвия, Эстония, Белоруссия, Украина. Достаточно сильный состав был в этом году, во-первых, и по количеству, это был рекорд. И я думаю, что по качеству тоже был рекорд. Это, наверное, лучший турнир у нас был и как по организации, так и по качеству состава участников. Все-таки это шестой уже турнир, и с каждым годом мы все лучше и лучше делаем свое дело, проводим эти мероприятия, и я думаю, что все остались довольны. И уже показатель есть такой, что люди начинают записывать, уже просят записаться уже на следующий год на седьмой межинтарную ракетку. Это пройдет в 2017 году, это уже показатель. Теперь об успехах калининградских спортсменов на всероссийской арене и порадовать на этой неделе нас смог представитель единоборств. В городе Кузьмино-Фельчаково Московской области прошел чемпионат России по вольной борьбе для спортсменов не старше 16 лет. В весовой категории до 50 килограммов бронзовую медаль престижного турнира смог выиграть калининградский кандидат в мастера спорта Михаил Безуглый. Поздравляем Михаила и его наставника с успехом. Прямо по курсу автомобильный спорт и калининградская автомобильная команда «Контур Терм Рейсинг» вновь примет участие в самом престижном ралли-рейде мира «Дакар». Об этом стало известно в ходе встречи представителей команды с министром спорта региона Натальей Ищенко. Заезд на 9000 километров в начале 2018 года снова пройдет в Латинской Америке. Но калининградцы впервые выставят два автомобиля в дивизионе бензиновых внедорожников. На «Дакаре-2017» наша команда финишировала на 36-м месте из 105-ти. Калининградские автогонщики стали единственными российскими участниками крупнейшего ралли-рейда мира именно среди внедорожников. Ранее они преодолели путь от Москвы до Пекина в аналогичной по сути гонке «Шелковый путь», заняв 13-ю позицию в общем засчете и третье место среди россиян. Мы желаем удачи команде «Контур Терм Рейсинг» на предстоящем «Дакаре». Далее в программе «Спор для всех» небольшой футбольный блок и большая делегация футбольного клуба «Балтика» впервые посетила новый калининградский стадион, который летом 2018 года примет матчи чемпионата мира по футболу. Балтийцы прошлись по трибунным помещениям, увидели раздевалки, разминочные зоны, комнату допинг-контроля, медиа-центр и микс-зону. Также команда спустилась к полю, которая порадовала игроков отличным травяным зеленым покровом. Своими впечатлениями от новой арены поделился игрок футбольного клуба «Балтика» Никита Тимошин. На таком прекрасном стадионе всем хочется играть, любому футболисту России и мира хочется играть на таком стадионе. Преимущество во всем этом стадионе, на этом стадионе, в поле, в трибунах вообще, в самой организации. Все, что тут есть, это все лучше, чем на стадионе «Балтика». Если все останется, этим же инвентарем будут пользоваться лучшие футболисты мира, значит он хороший, поэтому нам повезет, если все это будет в нашем распоряжении. Во время визита представителей клуба на новый стадион была названа дата первого матча «Балтийцев» на арене. 17 марта 2018 года «Балтийцы» сыграют в рамках первенства ФНЛ с Волгоградским ротором. Также генеральный директор команды Тимур Липсая заявил, что после чемпионата мира 2018 года вместимость стадиона не будет уменьшена с 35 до 25 тысяч мест, как планировалось ранее. При этом Липсая подчеркнул, что говорить о ценах на билеты пока рано. Вот автоматически, если ничего не менять, как показывает международный опыт, как минимум плюс 25% посещаемости первого года для одного стадиона. Это минимум. Перед нами стоит задача до 2020 года попасть в премьер-лигу. Мы в силу своих возможностей будем стараться решить ее раньше. Конечно, 35 тысяч будет, наверное, не так просто заполнить в силу того, что мало людей живет у нас в регионе. Мы для себя прикидываем, что, наверное, 1020, а на топовые матчи ждем и нашла. В завершение визита балтийцев на арену был представлен новый талисман команды. По результатам голосования болельщиков им стал Зубер, который набрал более 60% голосов. Еще немного о футболе. На этой неделе определился чемпион Калининградской области по футболу 2017 года. Им стала Гвардейская Олимпия. В 21-м туре чемпионата гвардейцы сыграли в ничью 2-2 с калининградской командой «Шторм» и стали недосягаемыми для конкурентов. Программа «Спорт для всех» поздравляет Олимпию с большим футбольным успехом. Далее о соревнованиях, которые вы, уважаемые любители спорта, можете посетить в предстоящие выходные. В субботу на арене универсального спорткомплекса «Созвездие» на улице Гагарина пройдет этап Кубка мира по уличной гимнастике «Workout World Cup». По результатам российского этапа определятся участники национальной сборной России для суперфинала в Гватылупе. Начало соревнований в 13.00. 11 ноября в спортивном центре «Созвездие» на улице Гагарина пройдет международный кубок по вольной борьбе на призы чемпиона мира трехкратного обладателя Кубка мира Алексея Шимарова. В соревнованиях примут участие юноши до 15 лет. Причем турнир пройдет в интереснейшем борцовском формате стенка на стенку. Церемония открытия Кубка Алексея Шимарова состоится 11 ноября в 16.00 в универсальном спорткомплексе «Созвездие». Ну и на сегодня на этом все. Это была программа «Спорт для всех», которая выходит в эфир радио «Спорт.ФМ» при поддержке Министерства спорта Калининградской области. В студии работал Олег Богачев. И как всегда, я желаю вам ярких, насыщенных спортивных выходных. Живите спортом. Пока.